Санжур, друзья! Сегодня у нас ретроспективный обзор тяжа Французской Республики 50-Б. Не так давно отгремела акция на него невиданной щедрости, где всем известная Ася шарева, какие-то шарики, и его можно было приобрести с значительной скидочкой, что, наверное, уверен, многие из вас и сделали. А те, у кого он уже и был... Ну что ж, вам будет, надеюсь, интересно посмотреть, как же этот танчик себя чувствует сейчас в рандоме. А чувствует он себя сейчас очень даже неплохо. Быстрая скорость позволяет ехать вместе со СТ-шками, тянуть их в раж. Как видите, по-прежнему стрельба с ходом может принести результаты только в упор. Тактика 50-Б очень похожа на то же самое с Батчатом. Вообще, танки очень похожи. В принципе, по применению. Исключением, конечно, таких мелочей, как огромных размеров. С временем перезарядки барабана 50-Б он значительно меньше. И, конечно, брони. Скорость 50-Б, как у Батчата, но позволяет выход туда, где никто никого не ждал. Рождать огурцов внезапно противникам, которые растерялись. И уйти в КД, прежде чем мы ничего не поняли. 50-Б может сопровождать и тяжей, работая как поддержка. Но, честно говоря, здесь он не очень, может сказать, хорошо играет. В этом роде все-таки Хэвик более предпочтителен. 50-Б гораздо больше в размерах, его проще попасть. Меньше брони. И, несмотря на то, что он может, конечно, выйти быстренько, раздать свой барабан и уйти в Хэвик, в этом плане вы почтите на 50-Б. Чем ты дальше от врага, тем и лучше. А также большая скорость позволяет нам очень хорошо троллить противников. Буквально как Нео отклоняться от снарядов. Хотя этим заупотреблять нельзя. Сворачиваем кровь, заходя с самых неудобных позиций. Стреляем очень срочно. Вот, как я и говорил, сначала ставим гусеницу, не позволяем уехать и ласкаем врага. Чем дальше мы выезжаем от противника, тем лучше. Точность пушки позволяет. После апа, теперь 50-ка сводится как раз аккуратно между интервалами выстрел барабана. У него на полсекунды больше интервал выстрел барабана, чем у Хэвика. Но, зато гораздо большая точность на дальней дистанции. Если сравнивать дальше, то время при зарядке у 50Б, так же барабана немножко больше. Но это не критичное количество. Бронепробиваемость орудий примерно одинаковая. Так же на 50Б голда практически нет. Про голду я еще скажу особенно. Если у бачата серебряные снаряды подкалиберные, то здесь у нас ББшки. И в этом плане это лучше. ББшки меньше теряют бронепробития с расстоянием до цели. Они летят гораздо быстрее. А вот, кстати, как не надо играть на противника, несмотря на то, что вы очень быстрые. В нашей игре есть танки, которые как раз только это выживают. Даже если у вас очень много ХП, конец немного предсказуем. Так вот, у ББшек скорость полета снарядов гораздо выше. А это значит, что на дальней дистанции можно брать меньше упреждения и попасть в противника гораздо проще. 50Б настоящий дальний снайпер, застрелщик, барабаном. Отдельно еще вернемся к броне, которая внезапно на этом французском тяже есть. А теперь, позвольте перефразировать. Мы все знаем, мы все помним, мы поняли. Арта не люди. Отныне слово арта для нас самое страшное проклятие. Отныне слово арта разряжает орудие. Мы не будем говорить, не будем размещаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одну арту, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя арту убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь арту, арта убьет тебя. Если ты не можешь убить арту снарядом, убей тараном. Если ты убил одну арту, убей другую. Нет для нас ничего веселее горящего стола арты. Не считай дней, не считай верст. Считай одно, убитой тобою арту. Убей арту, это просит союзный тяж. Убей арту, это просит союзная ПТшка. Бей арту, это просит вся твоя команда. Не промахнись, не пропусти, убей. Именно так. Мы видим бой на этой карте с двух разных респов. И что мы его атакуем, что ему и дефим, получается немножко одинаково. А также зацените, какая кучность. Просто хэвик так теперь не может. Орудие на 50Б одно из самых больших достоинств этого танка. К тактике. Внезапно выскочить за спины противника. Скорость позволяет разрядить барабан и быстро смотаться. Скорость опять же позволяет. Недостаток 50Б. Это его огромные размеры и заметность. По-моему, в игре выше него только Маус и Е-100. Идеальный вариант, если вы еще выскакиваете на противников, у которых мало ХП. С полным барабаном. Ваншоты собираете. То есть расстановка в команде сильно меняется в вашу позу. Здесь мы уже атакуем эту базу. То же самое. Быстро мы выскакиваем. Можно стрелять сходу. Стабилизация хорошая на близком дистанции. И наказываем. Также к недостаткам, конечно, можно отнести картонность корпуса по бокам бортов и сверху. Если в вражеской команде есть коричневая чума, дети беды. Мне ничто не стоит послать вам фугас на всю жизнь. Поэтому слушайте то, что я говорил раньше. Отдельно можно коснуться и брони. Броня на этом танке, как я уже сказал, и есть внезапно. Некоторые танки, которые думают, что передо мной французский тяж, картонный, можно стрелять сивоид, удивляются, что с их мега ревоганов не пробивают 50Б. К концу боя, 50Б, если еще жив и сохранил прочность, раяет не меньше, чем бачат. Все благодаря подвижности. Зайти в тыл вражеским танкам, найти где-то кого-то недобитого быстро, позволяет решать бои и быстро наканчивать. А сейчас немножко увидеть о том, о чем я говорил, насчет брони, о том, как, в общем-то, не очень-то нужно играть против большой злой ПТ-шки. ПТ-шкам, да, нужно ставить на гусеницы. Но обратите внимание, я заметил, что на гусеницы ПТ-шки лучше ставится, если стрелять не в ледневец, а в каток, который, собственно, ведущий. Я вот сейчас совершил эту ошибку и оказался лицом к лицам с ягой, которая так на меня смотрит и думает, ну все, тебя-то я отправлю в ангар. Ох, как же у него на боч, наверное, там, припекло-то. Я сам этого не ожидал. Несколько общих выводов. 50Б представляет из себя прекрасный обращик французского тяжелостроения, которое, к сожалению, не пошло в серию. В игре это быстрый, точный снайперский танчик, довольно с большими размерами, картонный, в принципе, броней, но непробиваемый ВВД, пробиваемый башней. Представляет из себя необычный геймплей и предназначен для игроков, которые все-таки качают не первую десятку в игре, а уже в чем-то разбираются. Его барабан позволяет очень сильно расстроить противника. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, следите за следующими видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok